Тем не было я, тебя я вспоминаю, Во все ты, волка, прекрасно времена. Концерт народного творчества для тех, кто отправляется в очередной конвой с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции. В этом году в третий раз провожают волонтеров судоремонтно-строительного завода на Сухой Самарке. Жители и рабочие Куйбышевского района Самары загрузили товарами первой необходимости и продуктами два фургона. В общей сложности пять тонн. Это добровольные пожертвования. Инкогнито помогают очень активно. Мы всегда сами ездим и гуманитарную помощь непосредственно сами выгружаем и раздаем людям там на новых территориях. Мы вот общаемся в реальности с ними, видим те эмоции, те желания, те потребности, которые у них есть. Не всегда просто на это смотреть. Надо кормить не только себя, но и детей, и стариков. В общем-то это непросто. Если зимой гуманитарные конвои уходили в основном с печками-буржуйками, окопными свечами и теплыми вещами, то весной и летом в приоритете средства личной гигиены. Груз получат как военнослужащие, так и мирное население. Поедем в нашу бригаду подшифтную, которую мы поддерживаем, так скажем, еще с давних времен. Сегодня в преддверии 9 мая, конечно, это дополняется смыслами. И слава богу, что получается именно в это время. Но там это всегда нужно. В любое время нас там ждут, и люди однозначно нуждаются в этих вещах. Каждый новый конвой формируется индивидуально по запросу и пожеланиям военнослужащих. Кроме стандартных наборов, они получат и посылки от семей, друзей, знакомых и коллег. В канун Дня Победы их ждут еще и поздравительные письма и открытки. Все школы нашего города, все вообще детские учреждения участвуют в добрых акциях. Письмо солдату, и, конечно, особенно, когда у нас случаются праздники, и тем более в канун священного для нашей страны праздника Дня Победы, конечно, тоже тематические письма. Очень приятно слышать, что действительно им душу греют, до них доходят, они это все читают, и ребятам говорят большое спасибо. Гуманитарная помощь собиралась силами района, общественных организаций и судоремонтного завода. В этом направлении проводится масштабная работа. Администрация города, районов оказывает поддержку всем этим инициативам и помогает в доставке грузов. В городе работают несколько центров по сбору и формированию посылок. Регулярно, раз в месяц, гуманитарные конвои покидают областную столицу. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.